Предыдущие серии Тирион, спасший Этрига из осажденного орками Стратхольма, стал свидетелем проникновенного диалога между Этригом и новым вождем Орды Тралом. В очередной раз, Паладин убедился, что орки совсем не такие кровожадные и жестокие чудовища, какими их видели многие люди. Однако теперь, выполнив свою клятву чести, Тирион должен был пойти своим путем одинокого изгнаника. Эта бесконечная травля начинает утомлять. Я был в самой гуще важных исследований, тонкой магии, что требует многих недель подготовок и ритуалов. Антонидас еще не прибыл на собрание, а вы уже начинаете меня оскорблять. Кертузат был вынужден выслушать многочасовой поток оскорбительных нападок, прежде чем ему было позволено сказать хоть слово в свою защиту. Бессменные ораторы Дрэндон и Мадера уже долгое время критиковали его куда больше остальных. Тем не менее, они не начали бы это последнее расследование без поддержки со стороны Антонидаса. Я впервые слышу, чтобы этот вид магии называли тонким. Невежественное мнение несведущего человека. Внезапно в комнате появился глава совета, маг Антонидас. Я бы не поверил в это, если бы не увидел собственными глазами. Вы злоупотребили нашим терпением в последний раз, Кертузат. Почтенный Антонидас наконец удостоил нас своим присутствием. Я начал было думать, что вы захворали. Я отсутствовал, потому что был занят. Обысков моих покоев на предмет запрещенной магии? Да, это так. И действительно, в ваших покоях не обнаружено улик, в отличие от складов в северных землях, принадлежащих вам. Вы не имели права. Замолчи, Кертузат. Ты оборудовал в этих зданиях лаборатории для серии грязных экспериментов. Убедитесь сами, коллеги. Узрите плоды его трудов. Между Антонидасом и Кертузатом появилась сфера, в которой члены Совета увидели лабораторию с разлагающимися останками крыс. Некоторые из них были оживлены темной магией. Они мучились в агонии. Увиденное поверло каждого из членов Совета в ужас. Некромантия была запрещена в Керенторе. Каждый, кто побывал на войне с орками, с ужасом вспоминали о воскрешенных гулданом солдатах Альянса, которых Чернокнижник называл «рыцарями смерти». Мы проследим за тем, чтобы содержимое твоей лаборатории было уничтожено, Кертузат. Мы слишком долго позволяли этим событиям развиваться, лишь изредка устраивая выговор за более чем сомнительные исследования. Пытались направить его. И теперь мы обнаруживаем, что он практиковал злые чары. Имя Керентора на пути к тому, чтобы стать проклятием на губах крестьян. Вы лжете. Крестьяне помнят Вторую войну так же хорошо, как и мы. Что бы вы ни говорили об орках, их колдуны обладали огромной силой. Силой, от которой у нас была ничтожно малая защита. И наш долг – научиться владеть этой силой и противостоять их магии самостоятельно. Создав армию мертвых крыс, чье противоестественное существование длится лишь пару часов? Да, мой мальчик, твои заметки я тоже нашел. Ты вел достаточно подробные записи в ходе этого отвратительного эксперимента. Ты бы не смог использовать этих жалких существ против орков. И это если предположить, что орки очнутся, выберутся из мест резервации и нападут на наши земли. Тот факт, что я моложе вас, не повод называть меня юнцом. Что касается крыс, я лишь отслеживаю по ним свой прогресс. Это стандартный метод ведения эксперимента. Я осведомлен о том, что вы проводите большую часть времени на севере, и все ваши более длительные отъезды привлекли внимание в первую очередь. Ведь вы должны быть в курсе того, что новый налог короля вызвал волнение в народе. Ваше эгоистичное стремление к власти может спровоцировать восстание крестьян. Лордерон может охватить гражданская война. Я буду осторожен. Никакая осторожность не сможет сокрыть дела такого масштаба. Вы знаете, что мы всегда ходили по лезвию ножа, пытаясь защищать наших людей и при этом самим не стать угрозой. Мы не смеем приносить в жертву нашу человечность, не относительно внешности, и уж, конечно, не на деле. В лучшем случае из-за ваших методов нас будут обвинять в ересе. Нас называли еретиками в течение многих столетий. Церковь всегда была не в восторге от наших методов. И, несмотря на все несогласия, мы все еще здесь. Потому что мы избегаем темной магии, которая ведет к порче и разрушению. Но мы обязаны! Довольно! Если бы слова могли что-то изменить в нем, это бы уже произошло. Я вас слушаю, милосердные боги. Я слушал вас до тех пор, пока мне это в конец не надоело. Это вы не слушаете меня и выпачиваете наружу ваши застарелые страхи. Вы забываете цель нашей встречи. Это не переговоры. В настоящий момент ваше имущество подвергается тщательному обыску. Все предметы, отмеченные темной магией, будут конфискованы. И, единожды попав под этот критерий, уничтожены без промедления. В свете доказательств. Роль Тренас согласится с нашим решением. Если вы не оставите эти безумства, вы будете лишены вашего звания и владений и будете изгнаны из Долорана и, несомненно, из Лордерона. Келтуза сидел в своих покоях, поглаживая своего любимого кота, мистера Биглсорта. Он был совершенно спокоен. Несомненно, Керентор не предаст его так называемую дискредитацию огласки, боясь последствий реакции общественности на его действия. На этот раз их трусы сыграет в его пользу. Его богатство никогда не станет частью королевской казны. Келтуза долгое время был одним из членов Совета Шести, так называемых архимагов Керентора. Так было до тех пор, пока верховный маг Антондинос не начал подозревать Келтузада в использовании запрещенной магии. Сегодня на собрании, когда тайная полностью стала явным, Келтузад говорил, что изучает темную магию во благо, чтобы обернуть эту могущественную силу в будущем против врагов, если вдруг орки, либо кто-то еще, посягнут на людские земли. Но это было не так. Келтузад был одним из тех немногих магов, кто стремился постичь новые аспекты магии, изучить новые заклинания и обрести могущественную силу. Несмотря на все эти стремления, он оставался предан Керентору и соблюдал все правила волшебного королевства. Именно поэтому, он и стал одним из Совета Шести. Все изменилось совсем недавно. Однажды Келтузад начал слышать у себя в голове навязчивый голос, который внушал магу о могущественной силе некромантии. Те знания, о которых рассказывал таинственный голос, буквально сводили волшебника с ума. Сам не замечая того, Келтузад стал одержим идеей оживления мертвых существ и начал в тайне от Керентора проводить отвратительные опыты. Сегодня вечером Келтузад решил отправиться к своему другу Гельку Лару и рассказать о произошедшем на собрании. Келтузад встал посреди своих покоев, произнес заклинания и переместился вместе с мистером Биглсортом в земли Хиллзброда. Гельку Лар был единственным магом, кто поддерживал Келтузада. Когда впервые пошел слух о том, что Келтузад практикует темную магию, все без исключения сочли его действия отвратительными и начали косо посматривать в его сторону. Но не Гельку Лар. Этого волшебника наоборот сильно заинтересовало то, чем занимается Гелтузад. Кейши, Гельку Лар. Нас могут подслушивать. Не хочу, чтобы тебя тоже заподозрили в чем-то подобном. Так что, вы можете научить меня этой... этой... Некромантии? Это называется черная магия. И да, это в моих силах передать тебе этот дар. А Керин Тор? Что они говорят про эту черную магию? Это не должно волновать тебя, Гельку Лар. Ты не член Керин Тора. Но если быть откровенным, мне наплевать, что Керин Тор думает. Они дураки. И установить это можно многими способами. Научите меня, Гелтузад. Научите меня всему, что вы знаете. В свое время, Гельку Лар. Всему свое время. Впрочем, ладно. Позволь мне показать тебе кое-что, чтобы ты почувствовал вкус к Некромантии. Гельтузад и Гельку Лар отошли подальше от Южной Бережья, портового городка, где жил второй. В лесу Гельтузад убил первого попавшегося зверька, а затем применил трупу заклинания тьмы. Зверь зашевелился. В нем пробудилась жизнь, но также быстро и угасла вновь. Ты видишь, Гельку Лар? Я управляю жизнью. Как ты заметил, еще есть некоторые недочеты, но я работаю над этими незначительными деталями. Я в восторге, мой друг. Просто в восторге. Придет время, и я обучу тебя Некромантии, мой друг. Верь мне.